Софья Давыдовна Блюхер родилась на Украине в Днепропетровске в 1927 году в семье оперного артиста. Во время войны они были эвакуированы в Красноярск, а уже после войны театр перевели в Харьков, где Блюхер закончила театральный институт. В 1951 году Софья Давыдовна приехала в Эстонию к месту службы мужа и здесь свыше 30 лет проработала в Таллинском русском драматическом театре с 1965 года, сыграв за это время более 100 ролей. Одновременно руководила гидбригадами Таллинского завода имени Калинина и завода «Двигатель». Актриса Лидия Сергеевна Головатая вспоминает, что жизнь Блюхер никак нельзя назвать скучной. Она прожила очень хорошую жизнь, очень. Она уникальный вообще пример для нас всех, для подражания как человеку преданному до последней минуты искусству, творчеству и жизнелюбию. Потому что она ушла из театра, когда ей было 56 лет на пенсию. И она не стала менее активной, а стала больше активной, чем она была в театре. Лидия Сергеевна вспоминает, что Блюхер создавала поэтические вечера, посвященные Давиду Самойлову, Анне Ахматовой, Игорю Северянину. Даже написала пьесу о его жизни и поставила вместе с актерами русского театра и объездила с ней всю Эстонию. Председатель еврейской общины Алла Якобсен, которая знакома с Софьей Давыдовной с самого детства, отмечает, что такие люди, как Блюхер, уникальны и с их уходом, увы, ходят и целая эпоха. «Прощение у Софьи Давыдовны – это целая эпоха, это целая жизнь. Я помню ее очень молодой актрисы, потому что в русский драмтеатр я стала приходить, ну, я не знаю, 7 лет, наверное. В сегодняшней жизни Софья Давыдовна, в жизни нашей общины играла большую роль. Чрезвычайно талантлива, способна, энергично, удивительный пласт знаний о культуре, о театре. Она и фильмы снимала, и спектакли ставила». Сегодня вспоминали и гостеприимство Софьи Давыдовной, которая любила приглашать гостей на интереснейшие беседы, а заодно всегда угощала потрясающими домашними блюдами. Она оставалась завсегдатойм всех премьер русского театра, которому отдала более 30 лет жизни. Все, кто знал актрису, отмечали ее феноменальную память, доброжелательность и общительность, чувство такта, манеры и постоянная улыбка. Софья Давыдовна была полна сил, энергии и всегда готова бескорыстно служить театру. И теперь театральное искусство Эстонии понесло невосполнимую трату.